Я из Дубны, из Объединенного института ядерных исследований, доктор наук, физик. И некоторое время назад я на нашем сайте выложил, как бы вот в преддверии этого съезда, некоторую свою ремарку. Сейчас ее я повторю. Но прежде всего я хотел влиться в струю критики состояния нашей науки. Есть две объективные факторы, которые сложились в результате многолетней политики властей. Это то, что ужасно низкое финансирование давит науку, и старение кадров. Это, я считаю, объективные стороны, но есть и субъективная сторона. Это состояние научной общественности. Я ее оцениваю очень пессимистично. В том отношении, что сейчас выбор научной тематики, распределение ресурсов, даже тех слабеньких, которые есть, хотя в нашем институте ситуация получше, может быть, чем чисто в российских, показывает, что выбор тематики, распределение кадров, особенно остатков молодых людей, которые появляются, происходят не в результате научной дискуссии, а в результате пиления тех минимальных средств, которые еще доступны для занятия наукой. И проблема привлечения молодежи, привлечения в науку, она самая злободневная. И без каких-то кардинальных решений на правительственном уровне эту проблему сами ученые теперь не решат. Ну, примером какой-то деградации научной общественности является и то, что упомянул Борис Сергеевич Провелихов. Он мой однокурсник. Вот я с ним в воскресенье как бы водку пил вместе, встречались мы, курсовые встречи еще проводим в университете. И то, что вот такой человек договаривается до того, что мы должны, науки у нас нет, кадров у нас нет, и мы должны привлекать только западных этих экспертов для оценки научной деятельности. Вообще нонсенс. И пока такие люди как бы рулят вместе с Ковальчуком, который тоже в моем представлении, это просто одиозный какой-то человек. Вот. А то, что на сайте я, на что обращал внимание, вы знаете, вот в такой тяжелой обстановке всегда задумываюсь, а что мы можем еще сделать? Ну, вот мы услышали, что есть положительный вектор вот такого общественного движения, так сказать, союзов с посоюзными движениями. Но мне кажется, что не хватает такой резкой публичности в экспертизе научных деятелей России по ситуации в стране, по экономике, по состоянию общества. Ведь, смотрите, есть Карамурза, который написал там десятки книг, но они, тираж у них там, максимум, может быть, три тысячи, может быть, пять бывает. А огромный задел его мыслей, он так оказывается невостребленным. И мне кажется, вот, нужно направить часть своей активности вот в рамках движения среди общественных объединений, чтобы создавать какие-то экспертные научные группы, чтобы они делали жесткое заключение для публикаций в общероссийской прессе. Сайт, да, вот я приятно удивлен, там, что миллионы посетителей, но это ведь специфическая публика. Миллионы – это за года. За года. Ну, все равно, вот. И мне казалось бы, что ученое научное сообщество должно ставить жесткие диагнозы того, что есть у нас не только в науке, а в обществе и в государстве, и чтобы это доходило до широкой публики. И мне кажется, что, вот, например, о том, что сегодня происходит, хорошо бы, чтобы финал этого, так сказать, анализ нашего сегодняшнего заседания был вынесен хотя бы в Советскую Россию во вкладыши. Все-таки в Советской России каждую неделю выходят в вкладыши отечественные записки и улики. Там много страниц, там можно помещать довольно объемную информацию. И это касается моего предложения не только вот то, что вот сегодня здесь мы услышали. И я думаю, что, Анатолий Николаевич, думаю, на вашем сайте, так сказать, материалы того, что здесь прозвучало, в том числе и доклад Бориса Сергеевича, будет выложен. Вот это считается очень важным еще моментом в нашей жизни.